Аэромобиль Лилиум в полете успешно показал изменение конфигурации крыла. Китай спустил на воду первый в мире беспилотный корабль-носитель автономных дронов. Чейрлесс совершенствует концепцию носимого кресла. Создан прототип искусственного нейрона, работающий на батарейке из ядерных отходов. Все это и многое другое прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarding Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Будущее аэромобилей зависит не в последнюю очередь от способности аппаратов вертикального взлета и посадки переходить в воздухе к движению в горизонтальной плоскости. Немецкий стартап Лилиум продемонстрировал этот ключевой элемент функциональности, первым в индустрии изменив конфигурацию крыла аэротакси. Переход между двумя режимами полета – ключевая функция для Витол, которую продемонстрировал с успехом стартап Лилиум на примере опытной модели Феникс 2. С точки зрения физики процесса, переход от вертикального полета к горизонтальному происходит, когда поток воздуха как бы прилипает к верхней поверхности крыла, следуя по его форме. По словам представителей компании, это первый случай перехода электрического Витол между двумя режимами полета. Во время маневра, включавшего изменение конфигурации всего главного крыла, летательный аппарат сохранял стабильность. Шведский производитель лодок Кандела представил водное такси на аккумуляторных батареях P8 Voyager. Лодка снабжена подводными крыльями, которые позволяют ей бесшумно левитировать над водой, вмещает шесть пассажиров и может разгоняться до 55 км в час. Цель P8 Voyager – вытеснить с рынка традиционные водные такси с ДВС и коммерческие суда, загрязняющие окружающую среду. Первые электрические лодки Кандела вскоре начнут перевозить туристов по каналам Венеции. Помимо плавного хода в спокойной воде, P8 Voyager также умеет адаптироваться к достаточно крупным волнам в непогоду. Лодка применяет набор датчиков, которые измеряют высоту волн и поднимают судно над ними, когда это необходимо. Пассажиры не чувствуют изменений, что позволяет избежать укачивания и симптомов морской болезни. В рамках презентации представители Кандела заявили, что P8 справляется с волнами высотой до полутора метров. Электрическая лодка также способна работать в течение 3000 часов без обслуживания, а ее эксплуатационные расходы составляют около 10 долларов на каждые 90 километров. Буквально пару недель назад в Китае был принят в эксплуатацию первый в мире 88-метровый полуавтономный корабль-беспилотник под именем Жу Хайюн, способный транспортировать и запускать беспилотные аппараты различного класса, а затем управлять их действиями. В отличие от полностью автономного японского контейнеровоза Сузаку, китайское судно-беспилотник до выхода в открытое море управляется дистанционно, после чего переводится в автономный режим. Как сообщает судостроительная компания, автономное судно располагает всем необходимым для развертывания дронов различных классов и обеспечения взаимодействия между ними при выполнении конкретных миссий. По их завершении беспилотные летательные аппараты возвращаются и приземляются на палубу, а лодки и субмарины-беспилотники поднимаются на борт с помощью подъемных устройств. Чейрлесс Чейр 2.0 совершенствует концепцию носимого кресла. Устройство предназначено для рабочих, которым приходится стоять в течение длительного времени и у которых нет возможности носить за собой стул. В данной версии устройства используется регулируемый демпфер, поддерживающий вес тела пользователя. Пользователь просто сгибает колени, чтобы опуститься до уровня, на котором он хотел бы сидеть, а затем включает демпфер. Затем экзоскелет фиксируется в этой конфигурации, направляя их вес на пятки их обуви, которым он прикреплен. Он также прикрепляется к бедрам и талии с помощью ремней. В новой модели было продемонстрировано снижение веса устройства на 25%, более тонкий и удобный дизайн, более легкие, гибкие и надежные соединители для обуви, плюс увеличенный диапазон роста пользователя, его можно отрегулировать для пользователей ростом от 1,5 до 2 метров. Данное устройство уже будет вскоре представлено на выставке Hanover MES. Цены и доступность пока не объявлены. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ обеспечить более точную навигацию роботов в помещениях. Поможет в этом новая система, использующая существующие точки доступа для определения своего местоположения колесными или шагающими машинами. Хотя обычно в помещении GPS-сигнал отсутствует или слаб, роботы все равно могут ориентироваться в пространстве с помощью обычных камер или лидаров. Но в этом случае неизбежны сбои. Посчитав, что точки доступа Wi-Fi имеются почти в любых помещениях, ученые разработали систему, которая поможет роботам ориентироваться в пространстве с постоянным обменом сигналами. Получение возвратного сигнала от точки доступа под определенным углом с определенной дистанции позволяет точно отметить местоположение. Бортовой компьютер оценивает информацию со всех доступных точек передачи данных, позволяя машине передвигаться без ошибок. Камера в данном случае будет использоваться для обхода препятствий и распознавания предметов и людей. Биотехкомпания Exorus и разработчик радиогальванических батарей Ekenlight объединились для совместного производства искусственных нервных клеток, работающих на алмазных бета-гальванических элементах питания из ядерных отходов. Их цель – разработка медицинских имплантов с источником энергии, которого хватит на десятки лет. Нейроны предназначены для замещения поврежденных участков нервной системы. Их функции могут быть разными. Например, получать сигналы от других нейронов и системы организма или посылать их по мере необходимости. Эта комплементарная структура металлоксид-полупроводник в тысячу раз более энергоэффективнее и в 10 раз меньше, чем биологический нейрон. Благодаря чрезвычайно высокой чувствительности он идеально подходит для медицинских имплантов. Крошечная безопасная бета-гальваническая батарейка, которой хватает на десятки лет, может стать отличным выбором для подобных устройств. Для этого обе компании и создали первый прототип – искусственный нейрон, работающий от радиогальванического генератора на тритий. В будущем батарея уменьшится до размеров 4х4 мм, с толщиной не более 50 микрон. Инженеры ожидают, что она будет вырабатывать микроватые энергии в течение десятков лет. Разработчики рассчитывают выйти с продуктом на рынок уже в 2024 году. Спасибо большое за просмотр! Обязательно ставьте лайк этому видео, жмите колокольчик и не забывайте подписываться на наш канал. Все полезные ссылки вы найдете в описании. Не забывайте писать свои комментарии внизу и делиться этим каналом с друзьями. Ну а с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!